Из-за перегрузок болеют медики, ломается техника. Несколько месяцев томографы Бийска и Рубцовска работали на износ, не выдержали. Неполадки уже устраняют, а пока в городах расширили возможности рентгенологических исследований. Также губернатор поручил ускорить запуск новых уже закупленных КТ. Показывает последние недели, что не с первого раза, не с первой аптеки, немножко приходится его поискать, но в целом набор тех препаратов, которые нужны для лечения коронавируса по существующей схеме лечения, когда человек амбулаторно дома лечится или ОРВИ и гриппа, приобрести на сегодняшний день не можно. Однако ситуация продолжает оставаться пока тяжелой. А это уже пресс-конференция, в рамках которой глава региона пояснил, работа с аптеками и федеральными ведомствами не прекращается. Но всеобщий ажиотаж мешает обеспечить регионы лекарствами. Вплотную на этой неделе занялись и другой проблемой. Многие школы в пандемию оказались не готовы к дистанту, поэтому педагоги края пройдут цифровую трансформацию, освоят работу в онлайн-классах. В 21 веке уже просто невозможно мыслить взаимодействие с ребенком, ребенком цифрового века без вот таких цифровых компетенций. К слову, накануне обсуждали формат обучения во второй четверти. За каникулы заболеваемость школьников и педагогов снизилась, поэтому учебу начнут очно. Со своей стороны министерство, естественно, должно проводить политику того, что все требования безусловные, без сомнения должны выполняться, это аксиома, это незыблемо, это так оно, только так и может быть, других вариантов нет. Переходить на удаленку целыми классами или параллелями придется в случае роста заболеваемости, к примеру, если число больных педагогов в школе превысит 30%. Татьяна Голубева, День с толком.